Седьмые спортивные игры народов Якутии. Дорогие друзья, наконец-то мы сейчас увидим большой зал. В первых трех-четырех игровых днях у нас зал был разделен на две половины. И, конечно, это в игровых моментах иногда и мешало. И сетка была в посредине зала, и несоответствие пространства. Сегодня мы увидим такой классический волейбол, игра за пьедестал. И первая игра абсолютно равные команды играет. В обоих командах есть опытные игроки, и молодежь у них готова. Игроки играли в юношеской возрасте в Детях Азии. Миринские имеют возможность выезжать с Мирного в Россию. Так что игра будет очень хорошая. Готовьтесь, через несколько секунд мяч полетит. А пока у девушек разминка, и мы сможем увидеть, подготовить себя к тому, что нас ожидает на играх. Видите, как резво летают мячи при подачах. И пока девушки еще будут выходить на приветствие, расскажем вам об итогах четырех соревновательных дней по волейболу в рамках Игр народов Якутии. Так, что же у нас случилось за все эти дни жарких встреч, равных поединков в исполнении лучших по мастерству игроков на данный момент нашей республики? Было 12 команд, как у мужчин, так и у женщин. Четыре группы, по три команды в каждой. И первые две команды, занявшие соответственные места, выходили в четверть финалы. И в восьмерке сильнейших встречались те сборные, которые прошли, выстояли. Это сито отбора в групповой стадии. И вчера мы увидели полуфиналы в исполнении четырех команд. У женщин полуфинал был Мирненский против АМГИ-1. И вот Алекминск, которые перед вами, они играли с командой города Якутска. Город Якутск выиграл со счетом 3-0. И они стали первыми финалистами женской сетки. Мирненский район взял первую партию против АМГИ-1. Ну, а потом АМГА-1 собралась и у себя в родном зале одержала победу со счетом 3-1. Тем самым, выходя в финал. А сейчас у нас игра за третье место, после которой состоятся и все остальные финальные встречи. У мужчин также было четыре группы, по три команды в каждой. В полуфинале встречались вчера Усть-Алданский район с Намским районом. Усть-Алданский район играли с Чуропчой и Нам-Амга. Вот вчера, наверное, многие из вас видели через наши трансляции. Итоги знаете. Финальные встречи сегодня будут за третье место АМГА-Усть-Алдан и за первое Чуропча-Намский. А так, сейчас возвращаемся к нашей игре за бронзовые награды Игр Народов Якутии. Ну, сейчас девочкам будет более комфортно играть. Тридний зал был набит полностью. Огромное давление было на этих игроков, потому что местные болельщики, мы болели за местную команду, за Амгинскую сборную. У Амги в женской сетке играло две команды. Так что здесь атмосфера была очень сложная для этих команд. Но сегодня зал, как я уже сказал, просторный. Зрителей с утра чуть-чуть меньше. Меньше подошло и воздуха больше. И сегодня мы увидим те заготовки домашней тренировочной сборы, оба команды прошли. Игра будет тактически и стратегически грамотной. Но давлеет педестал. Самое обидное четвертое место. Как мы, спортсмены, все знаем. Даже обиднее серебра, да? Да, конечно. Поэтому здесь состязание, бой будет. Девочки, ни живота, ничего не будут беречь. Все для победы. Все-таки, наверное, выиграет та команда, которая больше себе сохранила вот этого огня, да, желания. Все-таки желание выйти в финал было огромное. Вчера у девочек наблюдали. И обычно после таких встреч опустошение происходит какое-то. И вот после этого необходимо встряхнуть, забыть все, что было. И настроиться на главную игру на сегодняшний момент. Ну, мы думаем, что все-таки спортсмены народов нашей республики. Это в течение четырехлетний цикл. Но этот цикл тут много. Состав Мирненского. Перед вами на экранах состав команды Мирненского района. Стартовая шестерка не меняется, но видим, что Лидия Непша, Лидия Юрьевна Непша, главный тренер команды, сегодня будет играть на позиции Либера. Ну, перед нами сборная Алёкмы. Очень симпатичная сборная. Сетка была у них трудная. И последние два года Алёкма показывает стабильную, хорошую игру. И постоянно, ну, к педесталу шага нет. Эти девочки голодны до медалей. Давно мы на педестале не видели республику Алёкмы. И стартовый состав Ольга Ефимова, капитан, Наталья Чевелёва, Яна Ковтун, Виктория Стручкова, Татьяна Степанчук, Ирина Пермякова, Надежда Пшеникова, Айтолына Степанова и Алена Власова. К сожалению, Алёкма играет самостоятельно. Здесь все играющие тренеры. Ну, не хватает, да, взгляда со стороны бывает порой. Пока ничего говорить не будем. Сейчас, в этой встрече, будет создан новый игровой сценарий. Все с чистого листа. Забыли весь багаж трехдневный, все, что было до этого. И, видя перед собой только бронзовые награды, девушки приступают к игре. Да, Олег Мичай, нам надо сниматься с подач, потому что вчера, ну, три дня, Алёк Мирный подавало очень хорошо. Есть доводка. Ошибка второй передачи допускает Мирный. Но пока еще такие ошибки можно простить. Просто, ну, как говорится, с утра в карьер девочки попали. Наталья Чевелева вчера видели. Очень хорошая подача. Да, она еще одна из лидеров атак у Алёк Минской сборной. Да, у Алёк Минской, к сожалению, в нападении вот два основных забивающего игрока. И они играют, как говорится, на одного лидера. Да, на номер 13, обратите внимание, в составе сборной Алёк Минска, Ольга Ефимова, капитан команды. Будет чаще всего атаковать. Наталья Чевелева, да, подает второй раз. А в составе Мирненского района обойма атакующая будет посерьезнее. Вот одна из них пыталась пробить блок Алёк Минский Екатерина Давыденко. Отлично. Ольга Ефимова, очень хороший мяч забегания. Ну, здесь блокам не помогли, а такие удары... Галина Шабаева, самая высокая волейболистка в составе Мирненцев. Сегодня тоже будет много центра атаковать. А пока 3-0. Да, 3 брейковых мяча в начале партии. Но это женский волейбол, мы здесь можем ожидать чуда. Отыгрывается до 10 мячей спокойно. Да, уже и на этих играх видели тоже. Вчера до 11.30 играли за 5 место до позднего вечера. За 5 место было настоящее сражение, не хуже финалов. Мегина Конголаски выиграли со счетом 3-1 у команды Оленёкского района. И, соответственно, расположились в турнирной таблице. Ну, здесь нелогичное завершение атаки было. Несколько случайных оскоков от центра сетки. Но четвертый мяч, Олёк Минский, трудовой, можно сказать. Касание аут 4-1. Очень просто подали Оленёк Минский. И здесь защита на месте. Ну, сейчас будет атака получше. Мирный атакует с диагонали и не попадает, к сожалению. Да, площадка 9 метров, диагонали чуть больше. Но по длине мяч уходит в аут 5-1. Объективно сказать, больше шансов у Минского района. Но голодные до медалей, до побед Олёк Минский на 100%. Больше 100% выложится. Вот вчера тоже отмечали. Сегодня будем говорить подача у мирнинцев. Когда летит, то она летит беспощадно. Уже 2-5. Екатерина Давыденко, капитан команды. Очень мастеровая. Ну, имеет школу, балетбольную. В спорте есть такое выражение. Когда школа это с детства, мышление и данные все подводятся. И в таких серьезных соревнованиях это сказывается. Ну, большой багаж имеет. Таких физических. Ну, это была классная атака. На доигровке, да? С диагонали. Да, обратным кроссом, как в теннисе сказали бы, да? И тут защита остается... Неудел. Неудел. 6-4. Вот опытная Перемякова подает. Она же на защите играет. Она... Да, вот Олег простой схемой играет. Основная связующая не выходит. А, вот в два связующих пошли. Пшеникова сейчас с Перемяковой на связке. 4-2 играет. Получается, что Арсенал еще ниже. Двумя нападающим все время будет играть. Да. Ну, может, это для этой команды лучше, да? Да, может быть. Ну, проще в защите, скорее всего. Командного движения чуть-чуть меньше. А вот вышло. А, значит, Пшеникова на страховке и на диагонали будет помогать. Да, да. Обратно. Может быть, стратегическая задумка была. Блок-аут. Грамотно сыграли. Просто мяч низкий был. Но мяч остается валютный. 7-5. Есть доводка, высокий мяч. Перевод классный, но в защитника попадает Давыденко. Пока вот командам движения Лёха не уступает. На равенство сейчас будет Мирный подавать. Но более опытная команда Мирнинского района. В первой партии уже начинает напрягать Алюхму. Сауле Ажмагиева. Участница игр Дети Азии в составе сборной Якутии. Да, очень хорошая. Подачу своего уровня подала. И тут Чевелёва не успела. 7-7. Ездоводка очень добротная. И перевод. Если так будет постоянно напрягать. У Мирнинсов есть. Мы заметили, что в некоторых моментах, при долгих розыгрышах, у них проблема с концентрацией. Не терять игровые нити. И отрыв может случиться. Вчера вот в хорошей игре с Ангой. В первых двух партиях. Было два провала. И спокойно Анга ликвидировала разрывы. Да, они ввели 6 мячей, да, по-моему? И могли спокойно закончить вторую партию. Пшеникова на вторую линию. И тоже грамотно. С переводом от себя. Трудный мяч сохраняет Алёкма. Атака Мирного. Свинкс 8-8. Катя Семёркина. Тоже одна из ярких волейболисток. Последних лет. Сама же идёт на подачу. Рост 169. Но это низковатый. Для современного женского волейбола. Однако в прыжке Семёркина компенсирует свою высоту. Невынужденная ошибка. Угубается. Ну, ждала она, скорее всего, более высокий мяч. И не стала напрягаться. Но такие мелочи могут сказаться в команде. Волейбол у нас командная игра. Игра. И если один винтик будет небрежно относиться к своей ответственности, но в своей игре, то это может сказаться в команде. Повлечёт последствия, да? Да, 9 дней. Для команды. Напоминаем, уважаемые зрители, вы смотрите матч за третье место. Игры народов Якутии в селе Амга. Встречаются Алёкминск и Мирный. К сожалению, мы наблюдаем очень много таких невынужденных ошибок у Мирного. И это из большого желания, скорее всего, и можем спишем на первую партию, да, на волнение. На ответственность. Или риск начала партии. Любую передачу девушки стараются... Пробить. Пробить, бить. Здесь в некоторых передачах можно похитлее сыграть. Вот, например, так. Но Алёкма на месте. Ошибка второй передачи. Подъём мяча. Ну вот, эффект неожиданности от скидки. 10-10. Сейчас очень коварная подача у игрока Мирного. Связки. Елена Михайлова. Она является капитаном, а не Давиденко, вот как вначале я говорила. Михайлова, да, вчера и позавчера. Очень добротно выполняет свои обязанности. Ключевой игрок команды Мирного. Абсолютно равная игра. Достойная битвы за бронзовые награды. И впервые в этом партии выходит Мирный с подачи капитана. И Эйс. Отличный Эйс по месту, по скорости. Конфликтная зона как раз. Да, здесь надо поговорить в команде. Высказать. Обычно в волейболе площадь говорят «Я». Кто берёт ответственность за мяч. Тут даже не успели произнести что-либо. Подача летит быстро. Размеры площадки сегодня позволяют совершать быстрые старты за мячом в погоне. 13-10. Самые сильные три нападения у Мирного. И подача летит хорошо. Высокий блок. Снялись. Алекминс хорошо между стыком. Лёпа пробивает. Через сетку. 11-12. Чуть было не подстраховало Асорова. Но траектория была слишком уж неожиданная, да? Да. Тактическая замена. Новый игрок. У нас 13-й номер. Ольга Ефимова возвращается на блок. Вчера Айтолына тоже выходила на подачу. Аут. И была очень полезна. Да всё. До нас играл этот игрок нападения от одиночного блока. Выходила вверх. По пальцам хотелось играть, но мяч попал в аут. Екатерина Давыденко. Быстрый мяч, забегание за голову и блок не успевает. Хотя она по месту, да? Была? Да, но успели. Просто по высоте обыграла Катя. 14-12. Замена у нас. Второй номер. Стефанчук обратно возвращается на площадку. На передней линии. И ошибка на подачу. Первая, да, по-моему, ошибка. На подаче сегодня. 13-й мяч. Пользу Алёкмы на равенство. Ирина Пермякова. Связующий игрок Алёкмы. И очень хорошо. Вчера тоже она несколько эйсов своих взяла. И вот сегодня видим. Прочувствовала. Вот эти размеры, габариты, да, площадки. И чувствует себя уверенно, хотели бы сказать. Тут немножко улетает в аут мяч. 15-й мяч скорее, да? На подаче мирный. Галина Шабаева. Молодец, Племякова. Ну, усложнять надо, бить. Вот так. 13-й номер. Берет на свете Ольга Ефимова. Передний. Ну, вот один из забивающих игроков. И вот это лучшая расстановка, да? Да. Алёкминского района. По сбалансированной выглядит команда Мирнова. Но вот именно команда играет индивидуально, можно сказать, сейчас. Но чуть надо покомбинировать. И тогда... Вот Семеркина наконец-то забивает в своем стиле. Очень не хватало пока ее ударов. Вот выше блока. Яна Ковтун пробила. 16-15. На подаче. Асауле Ажмагиева. Третий номер у нас Наталья Шевелева. Это забивала Алёкминская. Вот основная нагрузка атаки идет через нее. Но мы уже повторюсь, скажу, что Алёкминская играет по простой схеме. Основной играет двумя связками, двумя нападениями. Вчера она временами играла с задней линией, атаковала, да? Вторая подряд ошибка подачи допускает Алёкман. Сейчас недолет. Даже свою площадку не перелетело мяч. Это исключительная ошибка. Очень ровно. И счет ровный, и игра так... Похожая, да? Да. Пока... Индивидуально играют. Особой комбинационной атаки у Мирного нет. Девушки на это способны. Но пока... Семнадцать-семнадцать. Ну, стратегически Алёкма должна вот на вдолгом розыгрыше играть, да? Чтобы избежать вот убойных атак таких. Навязать свой темп. Да, навязать, медленный такой навязать, чтобы более скоростные, молодые, прыгающие девушки чувствовали дискомфорт. Ну, с глубины, чтобы шли передачи. Там чуть недалёс, чуть выше, чуть ниже, чтобы им не было комфортно. И отвечать вот так. Аут. Вот тут Чевелёва не попадает. Было красиво. Да, без касания уходит мяч. Вау, девятнадцать-семнадцать. Это уже для концовки ощутимо. Надо свою подачу забирать. В защите сыграть обязательно. В центре сетки и скидка второй зоны. Ну, здесь... Зрячая скидка от Давыденко и Катерины. В зонах защита, которые сейчас использует Алёкма, всегда есть шесть игроков, 81 квадратный метр не закрывает. Ну, чисто математически. И всегда открывается несколько мертвых зон. Да, это вторая, шестая и пятая. Вот вчера тоже говорили, да, про защитный рисунок у команды Алёкминска. Тут на двойке Пшеникова немножко не отходит все время, чтобы извне площадки страховать. Доставляет мячи, да? Да, здесь тут остается. Вот там, где стоит. И немножко... Блок-аут. Нащупали вот, где можно взять мячи. Алёкминска старается играть, да, высокий блок. И поэтому блок-аут. Это правильное решение. 18-20. Подачу не удержали. Как, говорим, планировали во время тайм-аута. И защита. И скидка. Ждали. Перевод был хороший, но Алёкминска тоже за счет играет грамотно. Блок-площадка. Галина Шабаева. Сегодня она не столь заметна, как вчера. Но тут молодец. Блок пробивает. И блок опоздал чуть-чуть. На мгновение. Очень опасная подача. Но Пшеника справляется. И можно сняться с этой... Счет критический. Алёкминска здесь обязательно сниматься. Перемякова простый перевод. Здесь жди атаки. Очередной раз. Вот второй в зону. Но надсетка и Давыденко пока своих визави переигрывают. 22-18. Ну, это здесь... Ну, школа волейтбола грамотная. Постановка рук прыжками. Помогает Алёкминска чуть-чуть мирный. Мяч в ауте. С коварной расстановки Алёкминска уходит. Сейчас надо защиту организовать. И брейковый мяч с 20-й. Это необходимо. А Мирный, если забьет, так... Вот это было... Да, здесь... Красиво. И это активное действие. Удар, да, заработанный. Мяч сейчас еще более добавит уверенности в игре Мирного. Они пока всего в двух мячах от победы в первой партии. Касание сетки Мирного. Ну, дает шанс Алёкме. 20-23. Звонок в длину. И Пермякова нападок. Расстановка тоже Алёкме. Сейчас надо блок... Отлично. Просто отлично. Перевод по линии. Семеркина Екатерина. Сейфбол. Сегодня... На доигровке неуловимо. 20-20. 24-20. Подача на партию. Играется мяч. Хорошая игра в защите от сетки. И атака Ольги Ефимовой. Первый сетбол отыгран. Сейчас играться будут все брейковые мячи. Алёк необходим. Хороший блок. Хорошая защита. Сейчас мирному нужен прием. И... Которого, кстати, нет, да? Напрягать надо. Напрягать. Всего один хороший прием. И атаку... За мирную. Можно завершить. Пока еще у них есть одна возможность. Не доведен мяч. Умирность... Арсенал-то хороший. Вот довести им не удается. И... Пайбрейк. В этой партии. Случится тогда. Еще одна правая ошибка. Алёк не появится. И нежка берет. Ты прямо ровно в линию встань, чтобы линия у тебя вот так вот не была. Понятно? Чтобы если куда идет ваут, то уже ориентировалась. И в стиле... Там мяч есть ваут. Давай, давай, давай. И... Мы поняли, да? Ольга Ефимова. Капитан команды берет бразды. Будет по линии со второй линии атаковать. Сзади, да, видимо. Она сейчас на подаче стоит. А мирный все понимает. Им просто нужно принять. О, вот. Мирненского района. Играются матчи финальные сегодня. Заключительный день в волейболе. Ну и завершающий день наших самых долгожданных спортивных игр народов Якутии. Стараемся оставлять в памяти все эти прекрасные мгновения волейбола. Ну, на сегодняшний день это первая игра. Ну, первая игра. И... Эмоциональная вот команда еще вот... Как бы... Надо добавить задора. Такого злости спортивной. Разогнаться, да? Нет, битва же за третью ступеньку и за медаль. Память. Ну, это так сказать. А самое главное, этот призер седьмых спортивных игр народов Якутии в Амге. То есть все-таки титул. Хотя бронзовый призер. Да, вот. Может быть, может быть. Девушки настраивались только на золотые медали. И поэтому сейчас такого особого, огромного желания не выказывают. Но... Я не соглашусь с этим. Просто... Просто... Часто бронзовые финалы за четвертое место, когда команда собирается, они идут... Пожарче, да? Пожарче, ага. Бывает, что в финале некоторые соглашаются с серебрами, когда есть фаворит. Да, есть такое, ага. Ну, сегодня Якутск никак не согласен будет на серебро, да? Да. И мы увидим финал в исполнении Амги-1 Якутск. А пока бронзовый финал. Вторая партия. Вторая партия. 0-0. Алекминск на подаче. Наталья Чевелёк усложняет с атакой. Вообще никого на месте. Да, её просили достать на линии, чтобы уходящая ничьи страховала. Отличная скидка. Зонная атака вот... Дауденко видела, видела всё. Видела, да. Грамотно. Что Стручкова, Либера. Углом вперёд пошла. Да. И Михайлова у нас, да? Восьмой номер мирный. Да, одна из лучших подающих игроков в составе Мирненского района. Капитан команды. Да и турнира, наверное. Постоянно есть и видим. И не ошибается практически. Это игра Мирнова, да? Видно, что девушки сохранили свой настрой. Им комфортнее с выигранной первой партией играть. Ну и подача летит. Очень сложно будет организовать атаку. Сейчас брейковая игровка будет. Ну, второй пас некачественный. Зато блок. Блок ждёт. Блок тут Чевелёву и Ефимову ждали. И девушку успели перенести руки. Чевелёву ждали. 3-0. А вот классная подача. Укороченная. 4-0. И Ольга Ефимова решается на первый технический перерыв. Свой берёт. Как капитальный, как играющий тренер. Все команды, не только Олег, испытывала трудности в этой расстановке, когда у Мирнова подаёт Михайлова. Три хороших нападения. И большой блок, высокий блок. И сзади забегает на связку, да? После подачи Елена. И грамотный блок. Руки всплывают. Привет. Привет передают. Мирненские волейболистки. А лёд мне надо прыгнуть здесь положить. Всем прыгаем. Самоотверденности. Не хватает. Отчаянных ударов. Такие, да? Вот Искорка появится. Одно очень удачное действие. И команда заиграет. Блок пробит. 5-0. Всё-таки похожая игра, да? У команд. Двойной блок прыгает всегда. Удары. Шестой раз подаёт. И вот. Второй есть. Да, после перерыва спокойно. Всё нипочём, да? Да, это опыт. Слыха моральные качества, Михаил Иванович. Устойчивые. 89-го года рождения. Ляп комментаторов, да? Как похвалить сразу. Жди неудачу. И к месту было сказано. Извиняюсь перед зрителями. Татьяна Стефанчук была у нас на подаче. Попала в площадку. В сложной ситуации. Полиня атаковала. Кисть. Доработала кистью. Седьмой мяч. Олег, мы в этом второй партии один мяч взяла только за счёт ошибки. Микайловой, да, Михаил Иванович? Пока. И результатину есть. Нету. Собственно. И вот ещё один раз. Шабаева закрывает. Скидку. Неужели Олег мы согласиться с четвёртым местом? Нет, у нас игры из пяти партий. Ещё будет время у девушек вернуться в игру. В бронзовый финал. Игр народов Якутии. Хорошо. Да, вот таких 2-3 момента и она навяжет борьбу. Ну, а мы всегда болеем за красивый волейбол, за долгие розыгрыши. Очень симпатичны нам обе команды. Мы уже практически породнились со всеми за эти 4 дня соревнований. Очень хороший кадр, да? Веселье. Это от досады. А, это от досады, да? Эмоции Екатерины Давыденко. Она понимает, что тут подачу можно было обработать. Второй эйс. Но Пермякова тоже не промах, да? Ответ для Михайло. Два опытных бойца. Показывает молодым. Надо, чтобы борьбу надо вести. Крайная сельская арбитра судьи. Еще один эйс тогда. Хорошо. Не будет атаки. Грамотно надо распорядиться этим мячом. Отличный блок. И на защите дорабатывает Олег Минск. Галина Шабаева атаковала. Молодцы. Вот это борьба. Характер показали, да? И укороченный удар от Ольги Ефимовой. А, нет. Это с касанием блока. Я скажу, что в четвертой доигровке взяли брейковый мяч Олег Минск. Площадка. Нет аут. Судьи. Мяч обрубался очень. Работает четко. 9-5. Попадание. Это классная подача. 9-й метр. 8-95. Можно так сказать. Сантиметра. Эй, линейки тут не надо. Я по специалисту. Специальность геодезис. У меня профессиональный. На сантиметрах. Голосометра. 6-10. Вот такой вот. Несколько таких атак необходимых для Олег Минск. Чтобы команда добавила в движение. В азарте. Восприяла духом. Да, 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 да. И сейчас мирницкие девушки атакуют с четвертой зоны. Будут ждать на блоке. А у Смоленков. В рядах валетный. Сумбур. Ну вот такие моменты выглядят даже поинтереснее, да, чем подготовленные атаки. Тут все очень... Да, второго номера. На тоненького. Яна Ковтун технически могла помочь команде, но через руки очень грамотно играла в середине сетки. Мирный и выиграла. Мяч. 7-11. Нужна хорошая подача. Она же подает. Пыталась по линии. Доигровка вторая. Играется мяч. Мирный болиток. Движение быстрее, мобильнее смотрится. Да, вот со стороны видно, да, как двигаются девушки. Но срывается прием, верхний прием у Ажмагиевой. Раньше такие вот любители в дворовом волейболе, музыкант. Так небрежно. Старшее поколение. Отзывалось, да? Раньше не разрешалось. Все пальцем. Нижний вот прием не разрешалось. Запрещалось правилами. Все играли пальцами. 12-8. Очень хорошая скидка от Байермы Асоровой. Сейчас опасно будет. Надо с этой подачи сняться быстро, Олег Ме. Диагональный атаковал. Все-таки в современном волейболе доигровщик и диагональ надо разделять. Олег Ме играет по месту. Все нападающие играют. И доигровщик, и доиграют за диагонального. Но обычно в волейболе диагональный более мощный. Который может со второй линии добить мяч. Таких ударов у Олег Ме нет. И не хватает. Вот мяч чуть ниже. Ну как бы кистевое нападение, да? Она более слабше, чем прыжки. Пока у нас два мяча. Мирный впереди во второй партии. 13-10 должно быть. Уже три мяча, да? Да, да. И первую партию мирненские волейболистки выиграли. Грамотно Микайлова спидывает. Ну по игре сейчас мирный впереди. Всех компонентных. И в подаче, и в защите, и в нападении. Она чуть-чуть лучше играет, чем Олег Ма. И слаженнее. Вот тут через блок. В волейболе очень много нюансов. И некоторые слабые стороны можно нивелировать определенными действиями. Например? Например, если не хватает высоты съема, можно играть, грубо говоря, блок-аут. Все время. И это, ну, один раз ошибешься, закроет, ну, чехлом, да? Но в два раза по пальцам попадешь. И один раз можно в аут. Если нету доводки, можно в девятый метр стараться играть, да? Чтобы, ну, свою защиту организовать. Чтобы успеть перестроиться. Двойной блок подготовит. Если нападение в 34 раза наткнется на твой блок, да? Они тоже просят другие пункты искать. И поэтому готовить себя к страховке, да? К скидкам. Да, здесь стратегически надо головой... Ну, такие вот линии. Подсказать именно в команде. И подсказать, что надо делать. Пятый номер у нас. Вот привычная замена. На подачу выходит Айтолына. Эйс. Палочка. Зарычалочка. Тринадцатый мяч. И Алёкме уже в середине партии. Вот, как уже сказано, вот замедляет, замедляет темп. И это раздражает уже мирно. И приблизилось. Атаковать. 14-15. В первой партии-то все-таки 3 сетбола отыграли, да, в концовке? Да. 20-24 было. А сейчас уже в середине партии ровно. С диагонали пробует мирно атаковать. И вновь Ольга Ефимова. Вчера она была поактивнее в нападении. Ошибки дождались. Достатная ошибка от Давыденко. 15-15. Выравнивается у нас игра. Да, некачественный второй пас, не дошел мяч. Эйс, да. Очень вовремя была произведена замена. И с подачи 16-й мяч. Вот хорошо до конца выкладывается, да, девушки. Скидка, ну, зрячая. Очень грамотно. Это было отлично. Когда выходит двойной блок. И без Либера сейчас играла Ольга Ефимова. Пока Ольга Ефимова чуть-чуть цепкости не хватает в защите. Вот Либера помогает ей. Вот сделала все, что могла. Пшеникова. Надежда. За всеми мячами гоняется. Но ей мгновение, полсекунды не хватает для обработки мячей. Но молодцы, Олег. Девушки с Олегами, они уже противоядие игре Мирного нашли. Второй партии идет. На равных, да? Да. Их не шанс именно в такой волейбол. Вот Ольга Ефимова перестала думать о тактике, да. Просто переключилась на игру в нападении. На самую свою сильную сторону. И очки добываются регулярно. А Мирный? Мирный сейчас должны добавить в защите. Волейболистские опытные. И прежде всего принять от одной из сильных подающих игроков Ирины Пермяковой. Мне кажется, что Мирный слишком боится подачи, поэтому слишком долго, когда готовишься, наоборот, иногда бывают такие вот соскоки, да? Может быть. Да, здесь надо пора славиться и правильно поставить в штуру защитника. Надо же просить подачи. Вот, да. Опытная игра. Иногда, когда вот сильный подающий с противоположной стороны, стоишь в приеме и думаешь, лишь бы не на меня прилетело, лишь бы не на меня. А надо наоборот сказать себе, давай, пусть на меня, я приму сейчас. Доведу, да? Да, позитивный настрой, помогает сниматься. Я очередной раз скажу, что Ирина Пермякова. Сейчас послушаем Лидию Ирюовну. Приняли, довели, забили. Вот этого нет. Есть то, что принято. Хорошо, куда-то. Девочки, все не упускаем, не упускаем. Давайте до конца. Надо, надо, давайте. Котово, иди, кай! Вот Мирный говорит, приняли, довели, забили. Ну, видно, что у них порядок пока немножко разладился. И сейчас Пермякова после перерыва. Мы как-то довели, но здесь двойной блок. Третий этап не удалось воплотить в жизнь мирническим волейболисткам. Перемудрила все-таки игру. Полетный. Но все равно любое направление меняет, направление мяча, и это дает возможность. Ну, видела, Галина, что там четверка открыта. Хотела вдоль сетки скинуть. Очень хорошая подача. Ну, доводка есть и атака. Наконец-то вот приняли, довели, забили. И снялись с подачи Ирины Пермяковой. Да, молодец, Семеркина Екатерина. В самый нужный момент забивает 18-й очко. Зеркальное отражение в первой фарте. Сейчас Олег напереди на три мяча. Отличная работа кистью. С диагонали перевод от себя. И по размеру очень выверенный удар от нападающей. Между второй и первой зоной, да? Да, как раз. Слышно. Мертвое место. Первая партия такой счет позволила мирному выиграть первую партию. Сейчас посмотрим. С такой нападением есть надежда. Сейчас у Семеркиной идет удар. И связка играет через нее в основном в концовке. К сожалению, сейчас, чтобы сняться хорошо в нападении, ведущие игроколепные должны играть по правилам задней линии. О, молодец. В общем, да. Очень важный мяч в нападении в игр. 23. Это уже звонок для Мирного. И замена, да, впереди. Обратно. Степанчук выходит. Да, это высокий блок. И Яна Ковтун будет подавать. И Давуденко со второй линии. Хороша. 20 очко. Аккуратненько укоротила, чтобы мяч ровно перед защитницами приземлился. На подаче Екатерина Семеркина. 20-23. Три мяча пока отрыв. Пермякова помогает команде. Хорошая игра в защите. Средникова поднимет. О, да. Это ошибка второго паса. На ровном месте, да? Слишком хотела. Видно, что мяч был спокойный. Она слишком хотела. Следила за нападающим. И упустила мгновение. И мяч улетел в другую сторону. Ну, два мяча. Намного легче. Теперь становится для Мирного. Что там, это два мяча? Да. Мы как бы... Все сняли. Давайте. Хорошо. Давайте. Мяча. Сразу. Сразу. Покойненько. Давай, Мональ. Давай. Кайп тренера. Для полетных здесь устраиваться надо на бое, а не просить. Я второй раз эту мысль повторю. Когда люди просто отлично себя являются, поднимаются. Ее ошиба будет. Классная подача от Екатерины Семеркиной. Далеко отходит от линии подачи Кате. 22-23. И ровно 8.98. В этот раз, да? Опять сложная подача. Есть игра. Есть игра. Мирный. Остается без атаки Мирный. И фото Лёпмы. Играет ценность. Тут же ответ Пермяковой. До этого атаковала связка Михайлова. Играет ценность, чтобы в защите поднимать. Скидка. Ночувствуется, что волейбольное списание Семеркина, то другая. 23-23. А в нужный момент Екатерина Давыденко укорачивает мяч. И уже равный счет. 23-23. Вторая партия. Бронзовый финал. Игр народов Якутии. Мирный на подаче. 11-18 гол в пользу Алёпмы. Очень ненужная ошибка. Хотела тоже под 9 метров попасть. Рисковать надо. И совсем уж... Да, вот мы видели Пшеникову во время перерыва. Она... Очень хотела выиграть. Заряжена была, да? Да, чувствовала... И... Надо было просто сказать... Девочки... Добить два мяча, и мы выиграем. Ну, давай сохраним счет. Пожалуйста, принимайте. Второй судья. Эвелина Васильева четко разглядела тут ошибку со стороны. Пайбрейк. Мирненских девушек. Алёпмы. Мирненский, да? 25-24. Сетбол. Один в пользу Алёпмы. Есть подача. Играется мяч. Отличная игра в защите. И снова атака Мирнова. Екатерина Давуденко. Один в один. А, нет, это с центра атаковала Екатерина Черкашина. Вышедшая на замену. И со счетом 26-24. Алёпминск записывает в свой актив вторую партию. Один в один. Счет по партиям. Это практически 0-0, да? Сейчас приходится начинать с самого начала. Игры у нас из пяти партий состоят. Для победы и той, и другой команде. Две партии. Ясно? А в тройке я помогаю. Или бы Наташа помогает. Но волейбол интересен не только сильными ударами. Ясно? Чтобы успеть на локт. Все. И бегать далеко от сеток. По сетке. Просто руки вытаскиваешь, не забывай. Вытаскиваешь, они вот отсюда. Да, верно? Девочки, все. Давайте. Давай спокойно. Все хорошо. Сами отдали. Алина забрались. Подача наша? Да, это я злуха родить тогда хотела. Надо было херачить и все. Да надо херачить подачу. Как есть, как есть. Пока идет. Кей команда. Кей команда. Кей. Я уже на каждом году смотрю. Почему, сука, опять я? Который мяч. Давайте. Играй! Вот наши доблестные операторы находятся в гуще событий. Пробиваются. Мне очень понравился. Да, вот настрой Алекми надо, надо. Вот так надо настраиваться. И они нашли, нащупали. Поменяли рисунок игры и нащупали. Это очень интересный момент. А мельницы пока не учили-то запах. Они говорят, мы сами отдали. Мы так можем все сделать. А настрой-то сейчас у Алекми более серьезный, чем. Первый-второй партия, да? Ну вот тренер Мельницкого района Лидия Невша сказала, да, чтобы не дать им разыграться. Вот именно, чтобы не дать им разыграться. А сейчас опять будут девушки стараться принять, довести, и забить по своей схеме обычной. На валюту есть грозная орудия подачи. Особенно Юрина Пельмикова в этой расстановке. Сейчас на подаче Байерма Асорова. Третья партия. 0-0. Игра за третье место. Среди женских команд по волейболу. Алекминский и Мирненский районы оспаривают последний комплект наград. В этом виде спорта, который возможен. Отлично. Но их план пока Алекма исполняет, да? Когда впереди Ольга Ефремова, играющая тренер, и капитан команды, да, она принимает откисти нас. И мощнейший с нападающим ударом приносит первый мяч. Наталья Чевелева на подаче. И издалека разогнавшись в диагонали. По размеру накат был очень толще. Вот Катя Давыденко. Это мастерство. Сложный мяч был. Участница игр Дети Азии, тоже Екатерина. 96-го года рождения. Играется мяч. Молодцы. Пшеникова хорошо достала. В защите. И атака Ольги Ефимовой. Еще раз будет пытаться. Слишком близко тут пас. Летел к сетке. Вот это финальный, да, за бронзой игра пошла. Как на убой. И сразу тем полета мяча вырос. И битва каждое очко, да, чувствуется уже. В защите так. 4-5 доигровок. Все катались по полу. Страхуя друг друга. Отлично, отлично. Защита есть. Вы видите. Ух, чуть-чуть. Вы видите прекрасный волейбол, уважаемые зрители. Всего лишь полтора метра не хватило. Вот как добежала Семеркина, да? И страхует рядом свою подругу по команде Давыденко. Ну, а пока. Семер играет. Аут. Все, многие говорят, что в волейбол состоит, победу в волейболе состоит с ошибок противника. А ты свое дело делай, да? Не думай. На Деда Мороза надейся, но сам не положай. Да, это свое дело делай, говорят всегда. Аут. Ну, возвратили. Должок. 3-3. Да, сейчас. Псеконациональное состояние обоих команд. На грани срыва. Мы надеемся, что не будет такого провального. Уже пошли окрики внутри Мирного. Да, точно в линию. И Ирина Пермякова. Грозный. Очень психологически устойчивый игрок. На линии подачи, да? Ай-яй-яй. Да, ну, повторяю. Четыре-четыре. И командная ошибка определяется судьями. Пятый мяч. Ольга Ефимова. Ольга Ефимова. На подаче. И атака. Осоровой. Олег Минск оставляет мяч в игре. И снова Осорова. Со второго раза. Пятый мяч. Пять-пять. Нет, это уже Семеркина перестроилась. Из доигровки зарабатывает пятый очко. Пять-пять. Все у нас очень ровно, напряженно. В плане счета на табло. Шестой мяч с трудом на пользу Алёкмы. Тут ошибка блока, да, мы видим на повторе. Яна Ковтун на подаче. Пока Алёкмин с минимальным перевесом. Красиво. Появляется второй подающий игрок Яна Ковтун. Меняет длину подачи и хороший укороченный полет получился. Блок аут. От блока грамотно разбирается Байерма Асорова. Не успела руки за сетку высунуть, перенести. Пермякова-то имеет очень хорошую скоростную реакцию. Реакцию, да, реакцию. И даже в нападении зарабатывает очко Ирина. Стержен команды, да, пока. Мы надеемся на Ольгу Ефимову, что она заиграет в нападении. Пшеникова на подаче. А Пшеникова такая боец тоже. Бегает в защите за всеми мячами. Но иногда допускает ошибки, когда играет в связку. Пермякова даже на блоке отрабатывает. Когда на передней линии, да? На равенство подает Мирный. Есть доводка. Очень равная игра. Вы видите, все на табло. 1-1 по партиям. И практически одинаковый счет в третьей партии. Вот опять успела. Блок. Да, очень грамотно играет в защите Мирный. На отмашку. Сейчас игра пошла. Будет скидка от Елены Михайловой. Она еще давно своего слова не сказала. И вот как раз в самый нужный момент. Один из долгих розыгрышей. Почти три минуты мяч висел в воздухе с обоих сторон. Были атаки, но сама Твержина в защите играет оба. И на отмашку. Вот отлично. Семеркина. Семеркина сегодня играет на всех позициях. Очень хорошо. Это нервы. Наталья Шевелева. Наталья Шевелева. Сегодня нападение чуть похуже, чем вчера мы видим. Пас пока низковат для него. Ниже сетки. Может быть. Ага. Просто в проекции, вот и в камере длина и... Длина паса нам определить сложно. Но видно, когда при повторах особенно очень хорошо видно, что паса не проходит. Но пока видно, что Алёта не до конца поверила, что может обыграть Мирный. Это видно. Пшеникова на защите. Мяч поднят. Время было подготовиться, но пас очень быстрый. Девушки не успели грамотно поставить блок. Алёта Мирный впереди 10-8. Мирному сейчас нужно в этот мяч забить. Что и делает Елена Михайлова. Она и такое может, да, внезапно подняться и... Правило позволяет. Да, когда связующий, разыграющий игрок на передней линии. Вот у нас в диагонали очень хорошее очко забивает. 11-8. Второй раз скидывает. Но здесь котел был надежно перекрыт двумя игроками. Алёта Минской команды. Аут. Ошибка при нападении. Все-таки Мирному надо пособленнее играть. Они выше класса. Аут. Олегу надо самоотверждение и позлее играть. По спорту не зло надо играть. И поверить в победу над Мирнисом, что... Чтобы психологически надавить, чтобы такие ошибки не появились у Мирного. А Мирному надо динамично, как сказал тренер, принять, доставить и выиграть нападение. Олег, мы опять достигаем третьей партии. 10-11. На равенство будет подавать. Наталья Севилёва. Севилёва. Аут. Да. Контролировали, да, на приёме Мирнинские девушки. Наталья сегодня из-за большого желания помочь команде. Сразу принимают. Но, к сожалению, атака в трос. 13-10. Держат пока Мирнинские девушки разницу в три мяча. Отрывчик небольшой. Всё, одну пик. Казачу защитит. Да, пасовочно стал доставлять Пермякова и девушки стали атаковать. Вот пошла диагональ. Неудачно. Накат надо поглубже делать. Молодчина Давыденко. Над чистой сеткой вывела её Михайлова, да? Ну, здесь вопросов нету с Мирному. Тут Степанчук не успевает. Мирному всё грамотно. Ассорова на месте. И пробивает двойной блок Галина Шабаева. Уже 15-10 в пользу Мирного. И Михайлова подаёт. Решили просто так отдать мяч. И второй раз. Просто нашли место, где можно с высоты съёма пробивать этот блок. Да, 178 рост у Галины. И она будет сейчас преимущество роста использовать. 16. Уже 6 мячей. Уже 3 брейка надо. Ой, камера. Там слышно номер? Да, хватит играть. Да, это просто. Ты заходишь, ходишь, и сразу два, даже посидеть. Мяч там вот как походит, приносит. Надо сидеть сразу, блок сделает, и снизу сразу. Всё. Тогда можно будет сетки обыграть, когда. Давайте. 6 очков надо загнать. Всё, давай. Успокоили себя лёхминские волейболистки. Интересный момент. Одну перерыв опытный, более опытный волейболист делает, а второй перерыв доверяет молодым. И оба раза совсем другие установки слышны. От опытных игроков. Бить, как она выразилась, я не скажу, а молодые просят. Давайте поднимем. От щити, да? Отработаем. Играется мяч. Вот, рано поверили. Сейчас на тактической замене будет, на подачу появится грозное оружие Алёкмы. От Талина Саевина. Степанова. Степанова, да? Она уже в третий раз выходит на этой позиции и заметно выселяет подачу. И она остаётся в защите, по-моему. Играется мяч. Зал всегда поддерживает остающих более, как бы, ждём мы с полейщиком, мы всегда ждём подвига спортивного, да? Да, и подольше, чтобы длились игры. Пионер Болл у нас немножко тут с элементами. Нет, касания не было. И на этот раз не защитили свою подачу Алёкминские девушки. Мирные на подаче. Пока у них всё хорошо складывается. Сейчас на защите отработали. Ну, поспешила, поспешила Галина Шабаева. Всё-таки перевод был хороший, от Пермяковой, где гонали. Хотела побыстрее в шестую зону направить. Чуть не хватило. И счёт 12-18. Алёкминск. Очередные затруднения. Мяч играется. Сократит ли отставание Алёкминск? Сейчас посмотрим. Пробивает блок Семёркина. Самой убойной атакующей линией была у Алёкминск. Но не удалось защитить подачу, хорошую подачу Ирины Пермяковой. Соответственно, счёт 19-12. Успевает, успевает везде Катерина. И даже из этой сорванной, казалось бы, передачи, да, вытаскивает очко в свою пользу зрячей скидкой. А, 20, уже 20-12. Алёкминску надо срочно что-то придумать. Сбитый приём, к сожалению. Страховать. Сейчас на съём доигровку надо организовать. Отведённый мяч. Сила удара была так средняя и спокойно. Мирный защит. Брейков доигровка организовывает. Никто не может забить. И первый сильный удар. Блокаут. 21-12. И вновь Семёркина. Катерина сегодня неудержимо. И блок её не может остановить. И защита ничего не может поделать. Очень грамотно, мирный. Направление атаки. Выбирает, да? Да, выбирает. Когда низкий блок. Или через связку. Не стали комбинировать, а стали именно по ситуации играть. И это даёт хорошие плоды. Ну, тут время Ефимовой. Я ждал больше сегодня от Ольги. Вчера очень много силы отдала. Да, скорее всего, да. В полуфинале. Сегодня мало ей пасует почему-то. Всё старается через Наталью ещё любила играть. Вот тут немножко споткнулась, а пол при отталкивании. Ну, стало. Пять раз. Подряд, да? Её загружают. Что-то стали скользить, да? Хороший для Алёкмы это хороший знак. Нет! Тут же реабилитируется игрок под номером 7 у Мирнинской команды. Она вот успела и с диагонали атаковать. И на доигровке сейчас завершает 22 очко у Мирнинского района. И всего пока 14 у Алёкминска. Пятнадцатый мяч. Уже легче. Четыре брейка нужно. Отрыв всего 7 мячей. Наконец Чивилёва. Ну, трудно будет, конечно, отыграться. Потому что в двух партиях. Обратная замена. Три-два брейка в защите отыгрывает Алёкма. Но Мирный такая команда, где есть хорошие исполнители в нападении, не дают им, да? Снимается всё равно. Ну, поэтому нельзя, да, ни в коем случае отпускать так далеко. Отыгрываться против команды Мирного. Да и против всех команд, которые играют у нас на играх. И тем более на полуфиналах и финалах это дело сложное. Сдались девушки. Ну, можно так тактически иногда делать, когда есть мало шансов. Тренера выпускают молодёжь. Ну, замену делают, а здесь могут... Ну, просто отдать, да, как вчера Чуропча, например. Да, да, да. И собраться заново. У мужчин Чуропчи игра не пошла в первой партии против Усилдана. И они сказали, давайте просто одедим пять мячей и настроимся на вторую партию. И в итоге выиграли 3-1. Посмотрим, какие задумки сейчас у алекминских девочек. Я думаю, если 3-4 Брейка в защите сыграет очень хорошо. Но Мирный не та команда, чтобы упустить эту победу. Один отыгран. 17-24. Теперь всего-то осталось защитить сыграть удачно. Всего, в кавычках, 7-7 раз. Да. 7 блоков или 7 таких технических командных действий. Один блок отработал. Без атаки Мирный сейчас доиграть. Комбинирует. И сейчас Мирный. А нет, блок работает у алекминска. Второй раз. Скидка от Асоровой не проходит. Всегда бы так играли в защите. И Ефимова. Когда уже терять нечего. Да, вот видите, когда раскрепощение есть, появляется игра. 18-24. Третий раз удачно сыграли. Четвертый раз подает. Ей тоже ответственность. Надо держать подачу. Сложно. Без атаки сейчас будет. И доиграть. Есть хорошее. Ух. Мне доходит пас. Между двумя нападающими сейчас. Вторая попытка доиграть. На защите тут Давыденко, Семеркина на месте. Блок-то работает как, а? Четыре раза держит. И за счет собственной ошибки. 25-18. Вот я жду все время от Олепин такой игры раскрепощенной. И вот с такими вот коллективными действиями. Четыре блока же поставили. Вовремя. Не сумели доиграть просто. Нападений не хватило. Вот таких моментов у нас было множество по ходу турнира. По ходу игр народов Якутии. А сейчас для команды Мирненского района, для команды Олепинского района. Последняя заключительная игра. Самая главная игра. Слушай, в Олепине можно взять партии и попробовать тайбрейк. Пятой партии. Сейчас играется бронзовый финал. Игра за третье место. Среди женщин Мирный Олепма. Среди мужчин награды такого же достоинства будут оспаривать команда Омгинского района и команда Уссалданского района. Это будет бой. Игра. Покажем ее после этой встречи. А потом далее следуют женский и мужской финалы. В финале у женщин встречается Якутск Омга-1, а у мужчин Чуропча и Намский. Сейчас надо биться. Сейчас надо биться. Все. Я не могу. Я не могу. Думай. Думай. Сегодня к нам три дня уже говорим, рассказываем вам. Сегодня картинка телевизионная очень хорошая. Оказывается, на самом деле, когда вся площадка видна, видно командное движение, появляется какая-то интрига, задумки. Видно рисунок игры очень хорошо. И видно то, что происходит за пределами площадки. Мне сегодня очень удобно рассказывать, потому что я вижу длину паса и высоту паса. А когда пространства мало, мяч поднимается в мониторе только вертикально. И вертикально, горизонтально видишь. Сегодня очень удобно и ощущаю, наслаждаюсь всей прелестью волейбола. Но прежде всего наслаждаются размерами площадки сами игроки, да? Воздуха больше. И воздуха, и место для разгона, для нападения, для подачи. Молодцы. Операторы молодцы тоже сегодня. Наши операторы молодцы. И наши судьи молодцы. Главный судья по волейболу Константин Гаврильев. И его помощники сегодня добились, чтобы в такой комфортной отвечающем зале играть, да? Да, конечно, чтобы финалы... И разметка видна очень хорошо. Вчера я упутал красным, белый, там сверху. Дорогие друзья, отличная. И атмосфера хорошая, доброжелательная такая. И решающая четвертая партия для Алекми. И выходит капитан команды Ольга. Нет, это Наталья Чевелева у нас подходит. А, да, Наталья, извиняюсь, Наталья, третий номер. Лидер играет. Один тринадцатый, третьим номером. И аут сразу же. Нежелательная, невынужденная ошибка. Наталья сегодня. Все время аут играет. Третий раз мяч посылает в аут. Может же. Вот на защите хорошо играет Мирный. И сейчас будет атака Шабаева-Галина. Ошибка. Командная ошибка касаемо сетки. Второй мяч. Эвелина Васильева. За счет ошибки отдают. Такие ошибки всегда. Никогда не пропускает. И Михайлова. Грозное оружие Мирного. Михайлова. Вот уже ответственность, да? Нервы, нервы, нервы. Чуть ли не впервые ошибается. При подаче Елены Михайловой. И первой подачи она всегда. И сидела часто. Болельщики прибывают. У нас игры начались с 9 утра. Блок аут. На подаче Мирненский район Екатерина Давуденко. Игрок под номером 2. Лидер один из лидеров команды. Встреча за третье место. Разыгрываются бронзовые медали игр. И тут видим, что пока по партиям Мирный 2-1 впереди. Вот в чем вопрос. Увидим ли мы пятую партию, да? Сумеет ли собраться, наконец, команда Лёхминского района и выдать те розыгрыши, которые они могут. Какие мы увидели в конце третьей партии. Ну, я считаю, что Лёхмин всё-таки играет процентов 90 от твоей возможности. Но чтобы победить, надо... На 120, наверное. Да, на 120. Здесь, ну, по составу Мирный, конечно, мастер Вики. И альтернативные данные у девушек. Валетбольные, так скажем. Ну да, и в составе команды Мирненского района. Напоминаем, четыре участника игр «Дети Азии» защищали честь республики в 2016 году. Мирный, 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 Мирный. Ну, я хотел услышать от Ольги Ефимовны. Давай херящий, да? Неправильно в эфире прозвучит, но такой настрой должен быть. Возвращаются игроки на четвертую партию. Играет Семеш. Понаглее надо. Вот так. Но все-таки от игры Ольги Ефимовой очень многое зависит, да? В результате. Для результата команда Лёхминского района. Как у нее получится в атаке, такие будут очки набираться. А у Мирного тут лидера атак Давыденко и Семеркина стабильны. Зарабатывание очков дежурных хорошо из издали, принесли. Мяч вернули. И еще раз Галина Шабаева. Очень хорошо защищается Лёхминский район. Да, мне пошла. Из-за этого чуть-чуть смазала удар. Но все-таки мяч вращается. Он круглый. Тут неожиданная ошибка произошла. Ирина Пермякова уже терзает. Доводки нету. И сейчас доиграть надо. О-о-о-о! Ну, тут кто... Рано подумали, да, что атаки не будет. Да-да, уже выходила Ирина. А Давыденко без разницы. В прыжке, без прыжка. С первой линии, со второй линии. И уже седьмое очко у команды Мирненского района. Тут мне надо понаглее, понаглее играть. Четыре-семь. А Мирнему... Вот я почувствовал тревогу за Мирнен в третьей партии, когда внутренние разговоры пошли, да? Тогда команда... Не хотела признавать, да? Да-да, тогда претензии друг к другу были. Надо, Олег, мне сейчас такую ситуацию создать. Раскидать мяч по линии, по углам. Ей, сами замучат. Играется мяч. Вот опытные игроки все замечают, да? Усложняют, переводят линии. Семеркина. Здесь... Очень сильные у нее удары. Такие воедет такое. 8-5. Хороший розыгрыш мы увидели. Которые в очередной раз долгие розыгрыши завершаются в пользу Мирненского. И сейчас это не стало исключением. Боярма Асорова. Немножко не попадает Семеркина. 6-8. Нацелена была она удар, да? Да, вот хороший. В угол целила. Чуть не закрыла кистью. И до работы не было. Яна Ковтун. Очень просто мяч в игре. И вот результат, да? Девушкам даже не стали атаковать, а просто изменили направление мяча. 9-6. Да, не хватает тренера для Лёгмы. Есть возможности резервы. И не вынужденная шипа допускает. Перепередача второго мяча. 10-6. Первый судья Владимир Севцев. Второй судья Евелина Васильева. Аут. Надо, Ольга Ефимовна, решаться на перерыв. Не помешали. Чуть было не помешали друг другу девушки. А тут ловит. Стефанчук на блоке, Давыденко. А от чего это? А, от сколько? Площадка. На площадку приземляется мяч в пользу Мирненского района. Перед носом у Натальи Чевелёвой. 12-6. Двойной перевес. Не надо смириться. Рано еще отдавать бронзовые медали на шее Мирненца. А Лёг не надо. В качестве второй передачи надо. Попытка со второй. И это успех принесет. Локальный седьмой мяч. Нападение получает выиграть. Олёг Манно надо в коррективы в игре поднести. Пора уже. 7-12 пока. Держит она на подачу. Здесь надо... Не проходит атака у Давыденко. Редкий случай. Но, тем не менее, все люди все ошибаются. И 4 очка остается. Олёг Меда брать, чтобы сравнить, исправить ситуацию. Да, правильный свисток. Да, правильный свисток. Мяч покатился, ну, по всему телу. 9-12. Надежда Пшенникова. Третий раз. Брейков. О, да, она вот четвертый, третий подачи она не держит. Начинает передумывать. И укорачивает или удлиняет то или в аут, то или в сетку. 13-9. Но свое дело она сделала. Байерма Асорова. Что придумает с подачи. Вот. Без атаки. Олёг Минск. И обязательно брейку Мирный забьет. И забивает Екатерина Давыденко. Хорошая статистика у нападающей Мирненского района. Уже пять мячей. С трудом. Молодцы девушки Мирненского района. До конца отрабатывают на защите. И вот сейчас в падении. Вытаскивают сложные мячи. Атака. Олёг мы со второй линии. Наконец Шабаева. 15-9. После долгого перерыва смогла забить. С атаки. Олёг Минады. Срочно перерыв брать. Да. Чуть опоздал. Олёг Минады. Кориевна. Олёг Минады. Сложный момент, но сейчас Алекме необходимо собраться. А у Мирницы все как по маслу пока складывается. Да и существенно добавили в игре на защите девушки, что отразилось, отражается пока на счете в партии. Четвертая партия, бронзовый финал игр народов Якутии в Амге. Встречаются команды Алекминского и Мирнинского районов. Мирнинские девушки играют сегодня в красных формах. А я добавлю, что матч все-таки продолжается уже полтора часа. В волейболе очень ритмично работает, в среднем волейболисте работает в пульсе где-то под 140. Но в концовке я чувствую интуитивно, могу сказать, что под силом Алекма. Алекма и за счет этого пошли вот такие, особенно вот Ольге Ефима мне очень жалко. Весь турнир Иглара очень хорошо, но физическое состояние сегодня не утворяет. Практически пустая скамейка запасная, да? Нету замен, только выходит на подачу, да? Единственный игрок на замене Айталина Степанова. И девушки весь турнир провели без замен, на нервах. Ни одного проходного матча не было у них. На зубах вытаскивали, да? В группах играли. Да, они сражаются, молодцы. 12-й мяч. Вот перерыв-то сыграл положительную свою роль. Сразу два мяча забрали. Выдохнули девушки, да? Да, да, да. И уже в игре. Но сложно будет поднять этот. Конечно, Мирный сейчас подкорректирует. Эйс. Чевелева. У Натальи Чевелевой полетела подача. Может, близостно, сыграла здесь. Девушки могут тоже пораньше принять победу. А еще дело не сделано. 13-15. Надо пока запретить думать себе о конце матча. Нешто знает это. Она уже высказывала, да, в перерыве. Аут. Хорошая по задумке скидка от Давыденко не попадает на площадку. И это еще один плюс в копилку сборной Олегминского района. И при минимальной разнице в счете перерыв берет Мирненский район. Да, я могу сказать, что... Я продолжу свою мысль, что да, вовремя Ольга Ефимова взяла перерыв полетный. Давай! Здесь опытная, опытный тренер Нешко просто дала выдохнуться. И нападающую, да, берет перерыв, чтобы сбить Чевелеву с ритма. Нужный момент Наталья Шевелева начала подавать. Вот, ей перерыв нипочем. Пора уже, пора ей показывать тот волейбол, да, который мы от нее ждем. Да. Сегодня она немножко облегловато выглядела. И сейчас есть шанс показать себя во всей красе. 15-15, равный счет. Игра за третье место. Продолжается. Здесь как организуют? Высокий мяч. Срывается, да. Первый раз вижу, что у Михайловой срывается. Передача. Она хотела усложнить, да. В центр сетки играть. И впереди уже и Олегма. Где шесть мячей? Нету их. Ну, все равно здесь, все равно мирный. Девушка себя справит. И блок появился. Ну вот, гормоны, как говорят, да, она эмоция, гормоны, провал, провальный вот отрезок мирный проводит в четвертой партии. Татьяна Стефанчук хорошо отработала на блоке. Не могут они организовать атаку от подачи Натальи. Олег Минского района. Слышим, как оживает весь зал. И мы ожили. Да, и Александр Ушницкий существенно повеселел рядом со мной. Мы болеем за... Хороший волейбол. Равный волейбол. И за интригу. О, вот, да. Наконец-то... Здесь... Пасание свет. Коллективная ошибка, да? Да, вот видно, что пасущий... Да, ну... А, нет, это сама Екатерина коснулась. Да. Очевидная ошибка. И... Гандикап маленький у Олег. Три мяча. 18-15. Долго молодец Наталья держит. Очень трудно. Без... Ну, сейчас... Да, вот. Семиленко не тот игрок, который ошибается. Два раза подразделения. Здесь ошибка была, вот, игрока, Олег Мин, да? Она переходящий мяч не доиграла. Вот это опыта не хватило. В общем, надо было через пасущие доиграть. В направлении четвертой зоны... Ольга Ефимова. Атакует Ольга Ефимова. Уходя от блока, и тут на подстраховке не успевают. Мирненские волейболистки. Привычная замена на подачу и на игру на задней линии. Волейбольные боги сейчас на стороне. Ольга Ефимовской сборной. Айталына Степанова будет вводить мяч в игру. 19-16. Держит. Эйс! Эйс! Да, это... Три раза подряд заходит в первую подачу и сразу зарабатывает двадцатый мяч. Молодец Степанова, не подводит. Железные нервы. Очень сложно сидеть-сидеть, а потом резко включится в такой темп таких игр за бронзовые награды. Ну, а тут просто простояли девушки момент. Не может себе простить Чевелева. Конечно, Давуденко. На партию. Хитро, да? Давуденко. Да, очень умно сыграла. Ну, надо лидерам сейчас проявить цвет. И от блока Ольга Ефимова. Ну, расстановка такая хорошая, да? И оба нападающих, Ольга и Наталья, впереди сейчас. Пермякова будет забегать сзади. И Семеркина. Семеркина работу свою работает, что называется. 18-21. Три мяча, а? Ну, сегодня ни одна из команд такой, два брейка не отыгрывала. Но Мирный может. Мирный все может. Она отрывалась, капитально хорошо. До семи мячей доходила. Но характер-то, оказывается, у девушек есть. Вот один от Игра. Боярма Асорова. Редко через центральных играет сегодня Михайлова. Но в нужный момент они помогают своим девочкам. Ольга, мы тайм-аутов больше нету. Здесь как-то заменами надо, да? Сейчас будет обратная замена. Степанчук на Степанову. Ой, тут не разговаривают девушки. На вторге Кельмяковой. Асорова скидка. И ждем атаку от Ольги Ефимовой. И вот такой... Накатик, да? Накатик в котелочек. Ну, это классика валюта. Все валютболисты знают, что в шестую зону тяжелую ситуацию мяч будет отправляться. Но не успевает никто. Но это репутация. Ольга тоже в этом помогает. Да, она же в большинстве своем атакует. Бьет, да, бьет. Перевод, но здесь грамотный. Михайлова была. Защита есть. Членника. Да, вот настоящий финаль. Антенна. Чью пользу? Пользу защиты. Это Семеркина попала в антенну и просят. Сейчас последний тайм-аут. Или у них еще есть? У Нежпы есть. У Мирного есть. Сейчас тайм-аут запросили. У Мирного должен быть. Поддерживают Екатерину Семеркину. Она на ваших экранах. Все время была лидером. И только одна ошибка. Но зато какой цены, да? Ну, я не услышал. Да, есть какая-то обреченность. У девушек есть запас. Они впереди 2-1. Спокойно. Должны довести партию до конца. Ну, это, мне кажется, это перерывы для Алеку был необходим, да? У них своих перерывов нету. Девушки отдышались. Они отдохнули. Мы уже говорили, что они играют без замен практически. Это тоже хитрая подача была, да? В четвертую зону умудрилась она исключить от нападения. Седьмой номер Мирного. Да, без нападения играет. Да, немножко неразбериха в рядах мельницких волейболистов. Зато в защите хороши. Давыденко молодец. Скидка опять уходит в аут. Да, сантиметров. 9 метров. Сейчас посмотрим, сколько. Семеркина хорошо увидела. Нет, здесь 10 метров улетел в мяч. Да, но не исполнила. Сетбол. 5 сетболов в пользу Алекмы. В этом эмоциональном плане Мирному трудно будет. Ассорова сегодня безрезультатно при атаках. Доиграть надо? Нет, доигравки нет. И какой же финал без пятой партии, да? Ты была права. Да, даже бронзовый финал. Ну, мне тоже очень приятно, что сборная Алекмы нашла себе вот внутренние какой-то силы. И когда догналась в трудное положение, у нее подъем произошел. В очень сложной ситуации. Отставание было 4-5 мячей все время. И девушки сделали брейк. Прорыв такой сделали мощный. И мы ожидаем пятую. Как молодежь говорит? Как говорят? Камбэк. Камбэк. Ну, гормоны. А ему старое поколение говорим, это гормоны. Взрыв гормонов. Настоящий камбэк. Сейчас мы увидели. Да, да, да. Отличный матч. Мы смотрим игру за третье место. И эта борьба идет именно такой, да, спортивный состязание идет. И, ну, недостаток мастерства и сборов тактических действий, оба команды, ну, особенно Алекма, компенсирует желание. Да, вот мы видим чисто игровые моменты, волейбольные ошибки, волейбольные подвиги. Слезы. Ну, слез пока не видно. В пятом среде будет слезы. Всегда бывает. Потому что очень обидно будет остаться без медалей, да. У нас ведь идет бронзовый финал. Игра за третье место. Алекминск в этих формах. И настоящий финал. 15 мячей. До 15 играем. В пятой партии. С тайбрейком. И очень будет зависеть начало партии. 8 розыгрышей. Потом замена площадки, чтобы шансы были одинаковыми. Да, все верно. И сейчас девушки... Я бы на месте Алекма передвинул бы расстановку маленько. Завернул бы и сразу на Пермякову. Сейчас посмотрим, у кого подача. По сути, если я думаю, что подача Алекма. Мирного. Да, они уже... Алекминск готовится принять. Принять. И Мирный на подаче. Они не меняют. Здесь на одну часовую стрелку назад обычно тренера заставляют. 0-0. Пятая партия. Бронзовый финал среди женщин. Игры народов Якутии. Пас до волнения. Ирина Пермякова не сумела до конца. Закинула, да. Правильно. Ольга отдает. И Наталья Шевулева дает замечание. Некуда было ей деваться. Сейчас хорошо отведенный мяч. И от блока в аут. Исправились девушки. Что Ирина, что Наталья. Но одиночный блок тут Екатерина Давуденко не закрывает. 1-1. 2-2 по партиям. Красивые цифры. Героиня в четвертой партии. На этот. Очень хороший. А кто это? А, Ольга. 1-1 выиграла. Капитан команды. Сейчас в Мирненской команде надо забыть эту четвертую партию. И суметь перенастроиться на новую игру в пятой партии. Но я опасаюсь, что, видать, тоже Наталья как-то перевозбужденно выглядит. Иногда слишком снимается. Это для Мирного хорошо. Сразу втроем бросились девушки. В этой расстановке одна только нападение. Хорошее нападение у Олёкмы. И вдобавок хорошая подача от Михайловой. Тут поспешили немножко Мирненские волейболистки. И этим... Четвертая зона заработала Олёкма. Воспользовалась Ольга Ефимова. Одна. Она уже должна собрать все свои силы. Потому что последняя партия этого волейбольного марафона, да? В рамках игр народов Якутии. Сейчас проверка. Характеров, физподготовки. Все, в общем, будет играть роль. Самая решающая партия. Сейчас, как на ладони будет видно, характер каждого спортсменки волейболистки. Надо избежать взаимных упреков, да, здесь. Поддерживать друг друга нужно. Есть у индийцев такая поговорка. Если хочешь узнать сущность человека, попробуй задеть ее, да? И как из сосуда падающего выльется то, что у человека внутри. Сейчас как раз такая ситуация. Серьезное испытание для девушек. Посмотрим, кто на что способен на самом деле. 4-2 в пользу Олегу сейчас. Но это ничего не значит. Это третий мяч. Да, поспокоились. Мирный сейчас так очень правильное решение было. Не надо было здесь рисковать. Это Давыденко. Она все оценивает ситуацию верно всегда. Что-то подача у нее не стала усложнять почему-то. Он надеется на своих девушек. Играется мяч. Не до пола. Тоже накат простой. Поменяла нападающая на центр. Пельмякова видит, что Ольга Ефимова два раза не до пола. И это приносит. Вот кофту неожиданно для всех. В том числе для Мирницкого блока. Семеренко там не ждала. Ой, Семеркина не ждала. Это опасно для Мирного. Пятая партия. Вот индийская пословица играет. Нервы. Сколько раз забивала сегодня Семеркина? Да. Давыденко, да? Ну, такая ненужная ошибка. Но 6-3. Пока еще рано что-либо прогнозировать. Двойным перевесом. Это армянский счет. 6-3. А мне нравится Аина. Спокойная, да? Своё дело делает. Выходит на подачу, набирает свои очки. Спитренький, такой озорной взгляд на оператора. Что-то секретно выслушиваешь, да? Да. Пермяковой жди. Молодец. Ирина, да, один из героин, если случится сенсация. Но это будет мини-сенсация все-таки. Пятая партия. Играют девушки за бронзовые награды. Игр народов Якутии. В селе Амга у нас проходят игры. Горячие встречи. Вот в самой первой финальной игры уже мы наблюдаем 5 партий. Игру из 5 партий. Мирный пока бросается в догонку на подаче Галина Шабанова. Ну, я не буду лукавить. Я думаю, что вот своей игрой девушки с Олег уже заслуживают похвалы. Всякой похвалы. Для них четвертое место. Во-первых, достижения. И такое сопротивление. Они на грани. Всегда оказывались, да? И вот всегда выходили. Находили выход. Семена площадки. При счете 8-5. Олег Минс пока диктует свои правила игры. И девушки, что немаловажно, сумели завоевать симпатию зрителей. Своей самоотверженной игрой. Семь мячей. А мирному надо не допускать своих ошибок. И набрать 10 мячей, да? Мастерства хватит. И держать подачу. Но Наталья Шевелева на подаче. Мы помните. Это Ольга Ефимова. Это Ольга Ефимова. 13-я Ольга Ефимова. Капитан команды. Я путаю. Третий раз. Лидеров. Лидеров команды. Да. Мне симпатичны оба девушки. Играет. Ну, на них строится игра, да? Кто не говорит. 6-8. Ошибка в нападении. Наталья Эфимова. Наталья Шевелева допускает. И Сауле Ашмагиева. Подает. Есть. Не долетает немножко доводка. Аут. Да. Из-за большого желания нападающих, нападающих чуть темпом быстрее. И встретился. Ничем она вот в неудобном положении. Вот Ассорова сегодня немножко выпадает из ряда нападающих Мирненского района. Мало. Получает, но ошибается, да? Да. Ну, не забивает. Да, не забивает. Шевелева вторую линию поднимает. Здесь тоже ответ накатит. И Чебелева. Очко. Наталья более-менее таких висящих высоких мехеев берет своими силами сегодня. Ей надо вот над сеткой, да? Да, высоко надо. Все-таки Европа думаешь и видит лучше. И кисть хорошая. Рабочий кисть у Натальи. Яна Ковтун 10-6. У нас апогей. Противостояние. Поднять, поднять. Хорошая страховка. И атака будет. Шейникова тоже высоко. Молодец. Блок это защита играет. Хорошо. Десятка мильницы. Не доглядела. Здесь можно было по-другому сыграть. Валеками. Оба! Удар такой бум. У Ирины Пермяковой все-все. Поэтому и подача у нее летит, оказывается. Рука тяжелая. Кисть поставленная. Ой, тут какая обидная ошибка. Это небеса балетбольные дали. Подарили этот мяч Алёкме. Не разобрались тут. Блок помешал страховке. Яна Ковтун. Сложно ситуация. Попадает мирность. Сейчас пойдут. Надо им забить. Почему нету нападения? А у Алёкмы-то как? Так, разыгралась Наталья. Шевелева, да? Шевелева. В последних двух партиях. Проснулась. Поверила в себя. Это настоящий спортсмен. 12-6. Боец. Двукратное превосходство пока. И всего три мяча. Казалось бы, да? Это тяжело, но нужно сделать. Давай, давай, давай. Берись. Пожалуйста, девочки, давай. Час понимаете, проводи на декабж. Поверила. 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 Но вы пока не команда. Поверите. Вы не сдаёшься, девочки, давай. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Да. Первая партия и второй партия Олегма также просила, да? Не сдаваться, собираться. А уже девушки плачут и мирные. Я бы кого-то не выдерживает. И вот лидеров, по-моему, молодых девушек. Екатерина Семёркина столько вложила в эту игру. Ей надо всего лишь выдержать концовку. Давайте, давайте, девочки. Мирные. Олегма невынужденная ошибка. И сейчас нужно Олегме подготовить хорошую атаку без суеты. Надо собраться, Семёрки. Избежать своих ошибок. Молодец просто, да? Страховка есть. Кистью надо. Вот так. Чевелёва на высоте, конечно, в концовке. Да, это угадывалось. Уже до движения угадывалось, что надо так сыграть. Матч был, что ли, у нас? Или 13? 13. Пока не опережаем события. Ливера на месте. Вот в защите прибавили, да, Лёгминские волейболисты? Движение, движение прибавили в защите. Молодец. Направление стали выбирать. Правильные. И от блока скидочкой Давыденко. Но хоть что-то она должна была сделать сейчас. Обязательно надо было... Мне кажется, что блок ошибается. Блок ошибается. Надо было пропустить. Да, да, это скидка была и зачем излишне было прыгать, да? Двойной был, не нужен был в этой ситуации. Ну, потому что Давыденко всегда нападает. Угроза! Да, ты права. Играется мяч. Еще доставляется, да? Хорошо тащит Семеркина. Да, сейчас игра, Олег, мы... Стало не наглее. Она уже... Боятся что-то сделать, ошибиться, боятся, чтобы выиграть. Долгый розыгрыш. Бить надо, бить надо. Вот. Не решается на удар. Да, ситуационная ошибка. Часто так бывает. Ответственность задавила пока. Но шансы есть. Если Мирный сейчас догонит, это будет... Это можно, да? Да, да. Вы должны это сделать. Вы сможете. Вот это вера непоколебимая, да, у тренера. Может... Правильно. Действительно все вернуть своих девочек. Но если они вернутся, это будет камбэк из камбэков, можно сказать, да? Я в Свердловске учился. И рядом у нас в дворе спорта был. Там играла Уралочка. Уралочка. Повезло сейчас Алёкме. Машбол в пользу. Пять машболов. Право на ошибку Мирный теряет. 14-9. Пятая партия. Игра за третье место. Алёкмин с наподачи на приеме Мирный. Первый отыгран за счет ошибки. Судья на линии показывает четко. Десять, четырнадцать. Но все равно право на ошибки нету. На подаче Елены Михайлова. Это очень хорошая расстановка. Он верно. Сейчас максимально выбор. Два эйса взять, да, Елена? Просто не рискнула. И очень символично ставить точку в этой партии. В этом матче Ольга Ефимова. Видим грусть в глазах у девушек Мирнинского района. Но остается только поблагодарить за красивый, за классный, за эмоциональный волейбол команду Мирнинского района. А вот эти красавицы Алёкминского района, волейболистки, приехавшие практически без замен, завоевали бронзовые награды Игр народов Якутии. Поздравляем Алёкминск с третьим заслуженным местом. Желаем им дальнейших успехов. И прощаемся с вами. До новых встреч, до дальнейших финальных игр.